всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня хочу показать вам как вязать вот такой вот узор вот так выглядит его лицевая сторона вот так вот изнаночная называется он ажурные бордюры из кос с зубчиками раппорт узора составляет 34 петли плюс 24 петельки для симметрии плюс 2 кромочные высоту 16 рядов по схеме вязать мы будем только лицевые ряды изнаночные ряды вяжутся по рисунку полотна накиды будем провязывать также изнаночными петельками также для вязания узора нам понадобится дополнительная спица для вязания вот такие вот кос можно использовать специальную спицу можно обычную я что-то специальную не нашла поэтому буду пользоваться обычной спицы и так приступим к вязанию а забыла еще сказать что подробное описание и схему этого узора я выложу на своем сайте knithome.ru чтобы вы могли пользоваться схемой если кому узор понадобит понравится ну и понадобится тоже активную ссылочку на страницу с описанием я выложу в описании к этому узору так начинаем вязать первую кромочную мы снимаем дальше мы будем провязывать петельки до раппорта 4 изнаночных 1 2 3 4 дальше 2 лицевые вместе они провязываются просто за передней стеночки подхватываем в м к петельки и вяжем их лицевой дальше делаем накид вот петельки мы перед раппортом провязали теперь вяжем сам раппорт 4 лицевых петельки 1 2 3 4 дальше 2 петельки нам нужно оставить перед работой вот так вот сняли на спицу и оставили следующие 2 провязываем лицевой дальше петельки с дополнительной спицы одеваем на левую спицу их также вяжем лицевыми дальше 4 лицевых 1 2 3 4 накид 2 лицевых вместе с наклоном в левое делается это вот так первую петельку с левой спицы мы снимаем на правую не провязывая следующую мы провязываем и набрасываем на нее не провязанную петельку вот так вот у нас получился наклон влево петельки дальше вяжем 3 изнаночных 1 2 3 4 лицевых 1 2 3 4 дальше 2 петельки снимаем на дополнительную спицу следующие 2 провязываем лицевой и дальше нам нужно провязать петельки с дополнительной спицы тоже и вяжем лицевыми дальше 4 лицевых 1 2 3 4 3 изнаночных 1 2 3 2 вместе лицевой или с наклоном вправо их еще называют накид вот мы провязали раппорт первого узора теперь после раппорта для симметрии мы провязываем петли 4 лицевых 1 2 3 4 2 петельки нам нужно снять на дополнительную спицу провязать следующие 2 1 2 дальше 1 петли с дополнительной спицы тоже их провязать 4 лицевых 1 2 3 4 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 изнаночных 1 2 3 4 кромочная петля последняя тоже изнаночной переворачиваем наше вязание на изнаночный ряд и все петельки вяжем по рисунку полотна то есть если здесь лицевые их лицевыми изнаночные изнаночными накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночными петельками вяжем третий лицевой ряд петельки перед раппортом я провязала кромочная 3 изнаночные 2 вместе лицевую с наклоном вправо накид и изнаночный раппорт вяжется так 2 лицевые 2 петельки нам нужно оставить за работой на дополнительной спице дальше 2 лицевые дальше вяжем петельки с дополнительной спицы провязываем их также лицевыми дальше 2 петельки оставляем на дополнительные спицы перед работой следующие 2 провязываем лицевыми и провязываем петельки с дополнительной спицы также лицевыми дальше вяжем 2 лицевые петельки изнаночная 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные дальше 2 лицевые 2 лицевые оставили за работой провязали 2 лицевые дальше 2 лицевые с дополнительной спицы пересняли на левую и также провязали лицевыми следующие 2 петельки оставили перед работой провязали 2 лицевые дальше 2 петельки с дополнительной спицы дальше идет 2 лицевые 2 с наклоном вправо 2 изнаночной пропустила 2 изнаночные 2 с наклоном вправо накид изнаночная дальше 2 лицевые дальше 2 лицевые мы оставляем за работой вяжем 2 лицевые 2 лицевые петельки и дальше 2 с дополнительной спицы провязываем дальше 2 петельки оставляем перед работой и провязываем их дальше 2 лицевые изнаночная накид 2 лицевые с наклоном влево 3 изнаночные 1 2 3 и кромочная петелька 4 ряд вяжем изнаночными петельками по рисунку таким образом мы будем вязать 16 рядов высоту раппорт но провязывать я вам не буду все показывать потому что видео получается большим а по статистике вы смотрите только начало или конец готовый результат по этому схему и описание я выложила на сайте по схеме очень просто вязать там же есть и обозначение всех петелек и прописано все словами если видео вам понравилось ставьте пальчик вверх узора получается очень и очень красивый подойдет для вязания кофточки свитерочек кардиган чека всем пока пока